Дневной разворот продолжается. Дневной разворот продолжается. В отношении Ильи Шульгина связано с поставкой некачественных комплексов фото и видеофиксации. И второе это в отношении бывшего министра информации и связи Палюха. Там та же самая история, только сумма ущерба больше. Янович Батарев, юрист с нами на связи. Янович Денич, добрый день. Алло. Сорвался у нас звонок. Давайте мы попробуем еще раз его набрать. Если получится у звукорежиссера. Если не получится, то мы сами, наверное, отключимся временно. Я быстренько наберу и попробуем еще раз подключить. Да, значит, сумма ущерба, который вменяется Илье Шульгину и параллельно с ним по тому же делу, как я понимаю, проходит руководитель управления дорожной парковой инфраструктуры Алексей Шутинов. Это 21 миллион рублей. Небольшая сумма, честно. Учитывая, какие суммы там фигурируют в более громких, может быть, делах в Кирове, не сказать, что это много 21 миллион. По делу Юрия Палюха, насколько я помню, там порядка 100 миллионов рублей ущерба. Янович, здравствуйте. Да, добрый день. Отлично, вы нас слышите. Мы тут, честно говоря, немножко запутались в двух делах. Вот все, что понимаю я сейчас, это то, что в начале декабря было утверждено обвинительное заключение и по делу Шульгина, и по делу Палюха. И что там и там переквалифицирована была статья с злоупотреблением должностными полномочиями на превышение должностных полномочий. Вот насколько это значимый факт с точки зрения тяжести наказания возможного? Безусловно значимый, однако, на мой взгляд, существенного влияния на будущее наказания, это все-таки на размер его, это не окажет. Значит, 286-я статья, по которой в настоящий момент обвиняется наш бывший сети менеджеров, господин Шульгин, не подразумевает какой-то личной корысти. Но, тем не менее, злоупотребление само по себе, которое инкриминируется господину Шульгину, наказывается достаточно строго. Санкция 286-й статьи 3-й пункт В предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы, причем это наказание безальтернативное, то есть там даже штрафа нет. Здесь будет решаться вопрос, например, только лишь, например, об условном или реальном осуждении. В случае, естественно, если суд признает господина Шульгина виновным в совершении данного преступления. Яна Евгеньевич, вы сказали, что злоупотребление, все-таки злоупотребление или превышение? Я так понимаю, что там разница как раз в том, был корыстный умысел или нет, да? Сейчас я объясню, 286-я статья называется «Превышение должностных полномочий». Так. 285-я, по которой ранее вменялись действия господина Шульгина, это как раз злоупотребление, она подразумевает какой-то... Мотив корыстный. ...интерес, да. Значит, сейчас 286-я статья, которая вменяется, говорит о том, что совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав охраняемых законов интересов государства, общества. То есть без какого-то личного корыстного мотива. Но, тем не менее, наказание, как я уже сказал, достаточно суровое по третьей части этого трех до десяти лет. Ян Евгеньевич, а сумма ущерба, причиненного, 21 миллион, мне кажется, это, не знаю, не очень большая сумма. Это будет иметь значение или нет? Ну, почему? Ну, почему? Значит, здесь как раз вот эта сумма, которая ущерба и была причинена, позволяет квалифицировать действия господина Шульгина как повлекшие тяжкие последствия. Ага. Там, а не тяжкие, это сколько в таком случае? А вот это оценочная категория, это уже следователи решают. Понятно, понятно. Что являются тяжкими последствиями, что не тяжкими последствиями. Да, еще вопрос, как вам кажется, насколько быстро пойдет процесс судебный? Ну, вот, не знаю, там... Загадывать, честно говоря, не стал бы. Более года же шло следствие, насколько я понимаю. Загадывать, загадывать бесполезно, все зависит от количества свидетелей, которых суд будет допрашивать, от каких-то процессуальных действий стороны защиты, вдруг будут заявляться ходатайство, проведение экспертиз. В целом, по одной статье 286-й, ну, судебное следствие не должно занять много времени. Но раз на раз не приходится. Бывает по-разному, да? Еще, Ян Евгеньевич, вопрос. А если мы сопоставим два дела, там, условно говоря, тут вот телеграм-каналы, многие пишут, что вообще очень странно, конечно, что два чиновника, независимо друг от друга, одно и то же, собственно, нарушение закона совершили в одной и той же сфере, да? И практически, ну, с тем же самым оборудованием. Это совпало так, да? Ну, может быть, это просто совпадение. Во всяком случае, какой-то сговор не инкриминируется. А мы тут сами пытались вспомнить, знаем ли мы, или с кем-то ли обсуждали вообще сами вот эти камеры, вот то, что они некачественные, что вообще под этим подразумевается? Это как-то в материалах дела вообще озвучивается или нет? Ну, к сожалению, мы с вами материалов... Не видели, да? Нет, вообще, в принципе, так вот на практике. Другой вопрос, что говорят, говорят, скажем так, что изначально по техзаданию подразумевалось, что эти камеры будут более функциональны, они смогут не исключительно лишь нарушение скоростного режима фиксировать, а совершать достаточно много других действий, то есть более широким функционалом. Получилось, что камеры поставили менее функциональные, соответственно, более дешевые. В результате городской бюджет понес убытки, за что вот настоящий момент и привлекает к ответственности нашего бывшего сети-менеджера. Я не знаю, ощущение такое, что какое-то место проклятое просто, вот, мэра города и вообще история с тем, что... Я с вами согласен, Аня, безусловно проклятое. Ну, подождите, вот последний вроде бы сидит. Сколько уже, Васипов-то у нас? Слушай, слово «сидит» здесь не совсем правильно работает, Дарья. Что такое, да? Коллеги, извините, убегу. Да. Яна Генщина, спасибо большое, да. Ну, вот я... Почему мне интересно, да, что значит некачественные комплексы фото и видео, фиксации ПДД, потому что, насколько я, например, помню, такая история была, если кто-то сейчас тоже не соврать, когда тоже то ли светофоры заменили, и они перестали работать с камерами, вспомни-ка. Я, честно говоря, не помню этого. В общем, в какой-то момент перестали работать камеры, и мы спрашивали, почему перестали работать камеры, потому что вот то ли ПО вошло в конф... то есть, в общем, что-то с чем-то начало конфликтовать. В общем, какой-то технический процесс случился, да, накладка. И не было никакого уголовного дела, никого не наказывали, хотя я уверена, что суммы там были гораздо... Нет, но здесь другая история. То есть здесь всё-таки была закупка, как я понимаю. Здесь была закупка и... То есть закупка несоответствовала... Некачественного, несоответствующего там условиям контракта оборудования, да, то есть контрактом прописано одно, а поставили другое. И приняли. Ты увидел, что это другое, ну, сказал, ну, ладно, как бы, да. Тут вопрос в другом. Вопрос в том, что все вот эти вот истории с закупками, да, государственными и выполнением государственных проектов каких-то, мы же знаем, как это всё происходит. Когда под конец года внезапно бывает такое, да, сваливаются средства какие-то, которые непременно нужно освоить, иначе они уйдут обратно, и вроде жалко, потому что как бы, ну, средства-то большие, да, можно же что-то хорошее сделать, и вот лихорадочно мы начинаем, значит, что-то делать. А история с поставками, например, она ведь могла обернуться, я не знаю, так это или не так, это вот, ну, исключительно там моё, может быть, видение даже не этой конкретной ситуации. История с поставками чего-либо бывает как. Ну, вот, значит, у тебя есть поставщик, поставщик тебе в какое-то время, значит, привозит то оборудование, о котором вы вроде бы договорились, ты смотришь, понимаешь, что это не то оборудование, а сроки горят, то есть тебе надо показать, что проект выполняется, да, читаться наверх в Москву, и ты понимаешь прекрасно, что если ты сейчас завернёшь эту закупку и скажешь, забирайте ваше некачественное оборудование обратно, и тебе надо объявлять новый конкурс, как бы это же всё время занимает, да, то есть это же ни день, ни два, ни неделя даже. Ну, деньги нужно назад вернуть, а потом их оттуда опять выцарапать. В итоге получается как? Значит, ты отправляешь это, тебе надо объявлять, ну, как мне кажется, новый конкурс, да, снова ты ищешь подрядчика на поставку, а в это время сроки проекта уже ушли, вот, и, да, действительно, тебе надо деньги вернуть, мало того, что ты потерял эти деньги, ты ещё, скорее всего, потеряла репутацию, потому что, насколько я помню, все эти истории с национальными проектами, они же завязаны на это, то есть если вы качественно и вовремя осваиваете отправленные вам средства, вы имеете право ещё на что-то. При этом, опять же, не будем забывать, с какой формулировкой Илью Шульгина отправили в отставку за то, что там были недовыполнены какие-то проценты по как раз-таки БКД. Безопасным качествам дорогам, да, да. Вот. Причём не то, чтобы совсем ничего не делалось, а просто были. То есть не то, чтобы нужно было выполнить 100%, а было выполнено 15, да, или 5. Вот, то есть цифры, ну, в принципе, были адекватные. Ну, ладно, это, как говорится, следствию разбираться, но, тем не менее, да, то есть тоже несоответствие техзаданию, оно ведь тоже может быть разным. То есть одно дело, когда тебе поставили камеру, которая не работает, другое дело, когда тебе поставили, например, другую марку, да, но она тоже работает. Вот мне просто интересно, следствие оценивает масштаб. Насколько формально, не, масштаб последствий, да, скажем. То есть одно дело, действительно, если эти камеры вообще не работают, то другое дело, если они там ту функцию, которую они должны выполнять, выполняют, просто, может быть, где-то в контракте было прописано, что когда-то в будущем они должны, не знаю, ещё песни петь, например, эти камеры там, да, или голосом разговаривать, или ещё что-то. А они, значит, вот у них такого функционала нет. Ну, вроде как, нам пока эта функция не нужна. Вот это, конечно, да, это вопрос, но это, я думаю, что мы во время судебного заседания всё узнаем, но вообще вот эта история с государственными контрактами, с тем, что там очень всё тонко, и всем чиновникам абсолютно перед тем, как идти куда-то работать, надо юридическое образование получать, как мне кажется, да, чтобы разбираться в этих документах, и любой контракт изучать с юристами, прямо за руку, чтобы тебя держали и говорили, что вот это вот можно подписывать, а это нельзя. Причём у меня такое ощущение, что, мне кажется, вот ты, когда идёшь на госслужбу, у тебя должен быть какой-то прям вот собственный юрист. Да, да, да. А тот, который работает в администрации, а тот, который будет твои личные интересы отставить, и которым ты будешь говорить, так, Михалыч, с каждой бумажкой будешь ходить. С каждой бумажкой, посмотри-ка, пожалуйста, ничего мне за это не светит. Да, если в городе ещё возможности есть у чиновников, то, извините, там мы уже говорили же об этом, да, в районных областях, в муниципалитетах, там вообще, мне кажется, всё очень сложно. Время у нас первого часа на этом завершается. А во втором части мы будем про хорошее говорить. Мы про премию правительства России будем говорить, которую театр нас с Паской получил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова